запись пошла и так значит рынок мониторов мы короче вам покажем сейчас то есть на ю тубе куча всяких рынков ну кто во что гораст короче кого какие мониторы я вам просто покажу логику логику как сделано рынок мониторов у меня здесь как бы не лучшие не худшие а те которые выбрал именно я объясню почему то есть вы когда смотрите рынке как бы этих на кухне там счет кого-то там так далее вы не понимаете а какая какова логика то есть почему именно этим они потому что мониторов там какие-то бесконечное количество почему именно те мониторы попали как бы в рейтинг в рынок как бы и вам их рекомендуют то есть логика непонятно я просто объясню логику короче рынка который я сделал на то есть он как бы уже не новый но я посмотрел как мне под накидали новые мониторы но они ничем не лучше гораздо хуже вот а самое главное то есть эти мониторы ну как бы уже чуть чуть уже не новые но на них цены упали то есть если вы посмотрите вот эти цены как бы даже доллар поднялся а как бы они дешевле сейчас но я покажу как бы логику в чем ну то есть смотрите вот у нас как 10 место это как бы лучшие фотомонитора 2016 года откуда я это взял есть такая штука называется типа words вот такая премия но здесь у нас как бы 2019 год если вы как бы тут отмотаете в истории вы найдете 2016 2016 15 и так далее а вот это как бы то есть компания занимать не только как бы рейтинг мониторов делает но смысле награду раздает она там и камеры как бы ну все для фотограф объективы камеры то есть люди разбираются в этом мире на и поэтому как бы я пользуюсь вот эта штука называется типа everts world р-пр тролливая и если мы посмотрим как бы меня то есть вот этот bank короче 2 700 pt он как бы старый до 15 там 16 года не важно но до сих пор продается магазинах его можно найти поэтому как бы вам какая разница какого года лучший монитор он как бы хороший был в шестнадцатом году ну значит в двадцатом будет неплохой на вот а второй монитор ну то есть это вот sv2 700 если мы сейчас зайдем на bank то есть вот он да или нет да вот этот монитор для фотограф то есть у меня мониторы начинаются от 27 дюймов то есть я как бы меньше мониторы как бы просто не рассматривать потому что в 2020 году покупать монитор как бы 24 дюйма но это просто как бы печаль тоска и огорчение то есть у меня у самого 27 как бы но у меня есть и 24 ну как бы разница то есть если вы в магазине как бы смотрите 24 27 вроде там как бы не особо разница вина а когда вы ставите на стол как бы себе дома ну разница просто как то есть в полтора раза больше не в два конечно в полтора вот а цена как бы не особо больше ну вот как бы здесь у нас что в 27 дюймов как бы разрешение 2к да да для 27 дюймов 2к разрешение слишком большое но как бы для фотографов это как бы нормально то есть если вы хотите монитор чтобы там фотокартинки там свои обрабатывать то как бы хороший монитор за вменяемые деньги на самом деле то есть это IPS как бы тут мне веек вообще нету как бы ни таянок нет у меня все IPS вот это как бы для фотографа вот это тот монитор все красиво тут как бы тут все вам рассказывается можете посмотреть как бы в сайте тут все 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 вот эти вот штуки короче ну как бы все зашибись у него тут специально свой калибратор встроенный там все очень хитро сделал . хороший монитор это как бы первый у нас снизу на то есть 2 снизу это у нас монитор для как бы дизайнеров да но он примерно тоже то же самое когда но тут как бы лучше он для видео но тут какие-то свои тоже приколюхи то есть для видео берете это для фото берете тот нолик как бы для фото можете взять ну то есть как бы вот почитайте чем это различаются кому все тут написано и так далее так это нас десятое место на ну стоит он как бы 50 я вам говорю что как бы монитор он стоит в районе 500 баксов на нормальный вот если вы за 300 берете но он уже не фото в игрушки можем поиграть дальше у нас идет как бы view sonic view sonic как бы он дешевый монитор дешевый он как бы но чем он мне привлек здесь у него короче да ну тут вы посмотрите что-то как бы они все 75 75 герц тут как бы 10 бит 8 плюс фрс тоже 10 битный монитор натуральные на и песене очень дорогие вот натуральные 10 битки новее ну как бы не спасет там 10 бит матрицу века вот чем он мне привлек он короче 2к 32 запомните тут не путайте то есть 32 11 нужен потому что 32 76 по моему хотя кажется цифры больше но он хуже по характеристикам если мы посмотрим характеристики это вот ntc цвета как бы и даб и как бы srgb то есть есть смотрите вот это как бы производитель боя то есть за 23000 просто отличный монитор я считаю 32 дюйма как бы 2к то есть он больше чем 2027 да и поэтому там как бы с пикселями то есть 32 дюйма 2к монитор он размер пикселей у него такой же как на 24 full hd там вот так поэтому как бы вам не очень понравился то есть вот такой у нас красивый монитор потом на лыжи мы потом дойдем она на первом месте так дальше у нас еще идет а да ну как бы здесь мы можете на официальном тоже вот он как бы монитор все как вот тут понятно что как бы особо крутых штук то тут нету как бы но он как бы нормально то есть за эти деньги просто 23000 как бы 32 32 дюйма монитор 2к это просто отличная штука но и цвета тут как бы более-менее не мусор на то есть отличный просто монитор то есть у него есть 32 11 full hd 32 11 2к и 32 11 как бы 4к но я как бы рекомендую вам все таки на 32 дюйма взять 2к монитор не 4 а 2 вот дальше у нас и в это сир чем он как бы хорош по цветам тут как бы не очень хотя тут в принципе 8 бит плюс фрц вот хороший он мне понравился вот чем это короче на самом деле практически телевизор по размеру то есть это 49 дюймов огромная штука а вот стоит он как бы ну стоил он там в районе 600 долларов на 50 на 34 пары троллевать но это как бы это по цене когда был 68 долларов 68 рублей за доллар сейчас как бы подороже то есть чем он чем он хорош кстати меня очень и вид скрепления есть как ни странно по моему кому есть потому что нет по моему есть ну то есть как бы эту покупайте телевизор покупайте телевизор да вот но чем он лучше телевизора у телевизора развёрткать развёртка черезстрочная а здесь подстрочные то есть он бы уже в два раза лучше показывают. Это во-первых. Во-вторых, это монитор. На нем очень хорошо читать текст. Понимаете, текст читать. Ни на одном телевизоре вы текст прочитать не сможете, потому что ну там просто со шрифта там будут такие шрифты, что у вас просто глаза вытекут. А здесь как бы 49 дюймов за вменяемую цену IPS, как бы 8 бит плюс ФРЦ по-моему. Да, 8 бит плюс ФРЦ, ну то есть как бы 4К, 4К 48, ну просто офигительный. То есть это считай у вас 4К телевизор, как бы 4К телевизор, у которого развертка построчная, вот который не без всякого обмана там, то есть там вот обычно на телевизорах там 4-4 ставят этих пикселя, за место трех там. Ну вот белый подмеж. Ну там, короче, посмотрите, как вас обманывают на телевизорах. То есть чтобы яркость повысить, а туда белый пиксель еще добавляет 4. Ну вот это просто бред, короче. То есть получается, что как бы здесь у нас как бы 4К, а там у нас за счет 4 пикселей у нас как бы не 4К-то на самом деле. Ну это как, смотря как считать. То есть если мы считаем по 3 пикселя, у нас как бы 4К, ну там же 4 пикселя, поэтому у нас там на самом деле, ну вас обманывают, то есть телевизоры, у которых 4 пикселя, это не 4К телевизоры. Понимаете? На самом-то, ну если как бы мы считаем как по монитору. То есть есть, вот. Значит, если как бы у вас нету там смарт-андроид и все такое прочее, вы просто возьмете приставку, просто приставку возьмете с Алиэкспресса за 2000 рублей, у вас будет как бы показывать телевизор, да? Возьмете колоночки, у вас, ну колоночки там за 5000, допустим, Edifier, и у вас будет нормальный звук. То есть, ну, к этому телевизору вы еще потратите тысяч 7-8, да? У вас будет охрененный звук, просто охрененный звук. Не надо вот эти все-таки саундбары покупать, нафиг они нужны. Берете 2.0 Edifier, самый дешевый. Ну там сейчас 980 или там 12.80 как бы там по муше стоит, но 980, там он подешевле, у него как бы единственное, что у него мощность там не 42 ватта, а 24. То есть, если хотите 42, вы берете 12.80, по-моему. Вот. Хороший звук, никакие саундбары не надо, берете 2.0 хороший звук, а вот там не усилители, ничего не надо, просто в компьютер подключаете и все. Ну или в компьютер, или как бы в приставку. В приставку можете подключить, просто 2 тюльпана сзади, как бы у вас с приставки будет звукать. Ну вот. И с приставки можно подключить антенну, как бы будет бесплатно. Если хотите там нормально, ну подороже приставку купите, сможете смотреть там всякие Netflix и прочую херню. Вот. Вот такая штука, очень хорошая. Я считаю это просто шикарно, шикарно. То есть, если вы хотите там на кухню куда-нибудь, или еще чего-нибудь, ну или в комнату. Вот вы любите поиграть на плойке, например, да. Ну, играйте вот на этом. Ну, 40. Да, это как бы не 50, не 53 там и так далее, не 60 дюймов. Ну, 49 это уже нормально. 4К 49 за 50 тысяч все. Ну, если вы там докупите звук и приставку, как бы, ну, но 55 он будет стоит там 57. Ну, это натурально. То есть, на нем можно смотреть, читать на нем. На нем книгу можно читать. На нем сайты можно читать. Откройте, будете сайте смотреть. У вас глаза не поплывут. На телевизоре сайты читать, ну, это просто печаль. Ну, вот, по-моему, отлично. Ну, то есть, понятно, что это, как бы, асер. Ну, как бы, все равно вот этот асер, он в миллиард лучше раз любого телевизора, потому что тут подстрочная развертка. Вот, дальше пошли, короче. Так, дальше у нас вот эта лыжа, как бы, это лучший фотомонитор 2019 года. Ну, то есть, вот он, да. По-моему, да, это же 19. 32L950, правильно я говорю? Да, ну, вот он. Тут, кстати, буквы иногда добавляют, убавляют. Тут вот B, допустим, добавляют или V. Это, как бы, а, Black, наверное, Black, это черный там, а V там, там, белый, наверное, корт. Ну, или что-то в этом, не знаю, кого. То есть, вот он. То есть, лучше в 19... Да, не в 20-м. В 20-м, потому что там какие-то новые мониторы, он дикие деньги стоит просто. Этот дикий, ну, это 1000 долларов стоит. Но это, как бы, лучший монитор прошлого года для фотографий. Да, то есть, он 32 дюйма, 4К, как бы. Вот DCP3 у него, он 98 процентов, 76-го года, как бы, 10 бит, 8 плюс ФРЦ. То есть, говорят, вот, типа, натуральная 10-битная матрица, как бы, нужна кровь из носу, там, А8. То есть, ФРЦ, как бы, не канает, траляля, 8 бит плюс ФРЦ. Вы, как бы, ну, как бы, вот, монитор 8 бит плюс ФРЦ. Признан чем? Лучшим монитором для фотографов 2019 года. Ну, кто там кричит, что 10 бит, как бы, нужно только 10 бит. Ну, как бы, вот, 8 плюс ФРЦ. Признали лучшим монитором. У Юрича всегда профы везде есть. А вы, вот, смотрите какие-то рейтинги, кто их там ставит, как бы, какая логика, как бы, по ценам, по отзывам, как бы. Ну, думаю, я и отзывами тоже пользовался. Ну, как бы, отзывы, это, как бы, не, не. То есть, по отзывам можно понять, какой у него минус, который вы, как бы, не поймете. Даже если вы на обзор вам его, ну, даже если вы одну купите, как бы, вещь, у вас, ну, допустим, не попадется. А там, допустим, брак, брак, брак каждые 30 минут, да? Да, спасибо, Стас, за донат. Люди, люди, вот, поддерживают ее. А жизни станет лучше. Спасибо за донат. То есть, вот, я просто, как бы, логику хочу объяснить и записать это. Вот, ну, дальше у нас идет вот этот Филипс, как бы, за 46 тысяч. Почему, как бы, я его поставил? Потому что у него тоже DCP3, как бы, 98 процентов. Ну, это понятно, это, как бы, от 76, там, как бы, есть, по-моему, 30 какого-то года, какого-года. А тут у меня не написано. Ну, то есть, у них, как бы, есть, на самом деле, два ГОСТа. Вот. И вот, от 76 года, как бы, он похуже немножко. Но они его везде ставят, потому что на нем цифры больше. Ну, как бы, 98 процентов, как бы. Это, как бы, матрица. То есть, у всех там матрицы были, допустим, тут LG-дисплей, тут, как бы, Бои какая-то. А эта матрица именно Филипсовская, на самом деле. То есть, TP-Vision, это Филипсовская матрица. Вот. То есть, Филипс тоже какие-то свои матрицы делают. Но это TP-Vision. Вот, 8 плюс ФРЦ, как бы. Чем он, как бы, мне понравился. Но он, как бы, 43 дюйма, 4К, как бы. С хорошими цветами, за вменяемые деньги. То есть, за 500 долларов. Ну, за, ну, 700 долларов. Ну, за 700. Ну, то есть, за вменяемые деньги, как бы, монитор с хорошей матрицей, как бы, 4К, 43 дюйма. Вот. То есть, Филипс, он, как бы, фирма-то так себе, короче. Ну, потому что, это, как бы, какая-то Китай. То есть, Филипс, он не производит мониторы. Это, как бы, а это какое-то исключение, по-моему. То есть, там, китайцы все их штампуют. То есть, поэтому, как бы, когда смотрите в магазине, он сам, самый дешевый, получается. То есть, если вы смотрите, допустим, одна и та же матрица в разных мониторах, то есть, как бы, дорогие, 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 а потом дешевле будет Асер, и самый дешевый будет Филипс. Ну, то есть, вот, тройка самых дешевых, это Dell, Филипс и Асер. Вот они, там, как бы, вот. Ну, как бы, сам дешевый, понятно, что качество. Ну, тут тоже качество, как бы, будет. Вот. Тем не менее, вот, все функции, как бы, тут все красиво, как бы, всякие технологии, технологии. То есть, это, именно, Филипсская матрица. Хотя, Филипс, как бы, Филипс, как бы, не лидер в матрицах, но, как бы, за такие деньги, я считаю, 4К монитор, 43 дюйма, как бы, с DCP3, как бы, цветовой, как бы, палитры в 98%, по-моему, неплохой. То есть, за такие деньги вы просто не найдете, как бы, такого качества монитор. Поэтому, у меня здесь стоит, то есть, вот. Дальше, ну, дальше, вот, у нас, как бы, на матрице Аптроникс, матрица М270DAN0202.5, тут этих мониторов, тут я их еще не все написал, то есть, вот эти Nitro, короче, потом, вот этот, Asus, вот этот, вот, UP, короче, тут, вот, этот, XV, это, по-моему, ViewSonic, вот этот, тут Aorus, ну, короче, все, все, кому не лень, короче, на этих матрицах сделать, но я выбрал, как бы, вменяемый монитор, это, как бы, Bank, то есть, Bank EX2780Q, то есть, как бы, вот он, да, да, вот, ну, как бы, Bank, то есть, чем хорош, как бы, этот монитор, он IPS 144 Гц, да, там, как бы, отклик, все понятно, но, вот, 144 Гц, IPS с хорошими цветами, ну, как бы, вот, это Аптроникс и матрица, как бы, то есть, DCP3 тоже 98%, как бы, да, тут, как бы, бывает такая штука, то есть, как бы, тут, бывает две матрицы, либо Аптроникс, либо Inalux, вот, это 10-битная 8+, то есть, как бы, здесь, как бы, могут либо ту, либо ту матрицу поставить, но они, как бы, в плюс-минус, как бы, понятно, что, как бы, Аптроникс получше, ну, как бы, и Inalux тоже, то есть, там даже в некоторых моделях пишут, что, типа, значит, монитор, как бы, даже на display specification, либо та, либо та матрица, то есть, вы купите, и непонятно, там, Аптроникс у вас или Inalux, ну, вот, ну, как бы, Асер, понятно, что там, они сперва на Аптроникс, потом стали на Inalux, где, ну, то есть, Inalux, по-моему, дешевле, на самом деле, вот, Inalux, чем Inalux, ну, понятно, ну, то есть, я, как бы, беру Bank, как бы, Bank, потому что игровой, там, все такое, то есть, опять 27 IPS, как бы, 2К, то есть, 2К, 144 Гц, все нормально, HDR, там, все, что, ништяк, все, погрузись, выгрузись, а что у них, как бы, а что у них картинка такая, ну, ладно, это что-то хитро, короче, HDRi какая-то там, что-то 400, что-то там, то есть, DCP3 тут показывает 95%, там пишут 98%, ну, как бы, понятность, то есть, большой, ну, да, как бы, ну, нормальный монитор, так, хотите, как бы, дешевле, можете взять Асер, но я бы брал, как бы, вот этот монитор, он подороже там, но он не намного дороже, но все-таки это, как бы, Bank, а я напоминаю, что Bank, как бы, который на ТН, он, как бы, лидер во всех игровых, то есть, Bank Zoe, это все игровые мониторы, это Bank Zoe, вот так, что, как бы, не кричите, что Bank это шляпа, ну, да, это китайский, ну, тайваньский, это, конечно, не лыжа, как бы, ну, ну, и не Samsung, кстати, то есть, вы, как бы, самое смешное, здесь, блин, нет ни одного Samsung, и вот эти новые, которые Samsung вышли, которые там, опять народ кричит, Samsung, Samsung, они опять вышли в EA, там, с этими, 240 Гц, ну, опять с этими, то есть, мы на, у Linus, Linus выпустил, как бы, видео, что, типа, ТРП троллевали, крутой монитор, вот, там, за дизлайкали, он выпустил второе видео, типа, оправдывался, там, что, там, ТРП троллевали, но там, опять, все, вот это, вот, Invert Ghosting, там, вот эти шлейфы, там, все, все, все в наличии, как бы, ну, потому что Samsung, как бы, то есть, не берите мониторы Samsung, не берите-ка, не, не советую ее, вот, а тем более, видите, вот, причем там, как бы, вроде сказали, что он перестает их вообще делать, ну, ладно, зато там, сзади все красиво моргает, как бы, понятно, так, дальше у нас выше, чего у нас идет, дальше у нас выше идет вот этот Acer Nitro, который, который, как бы, он есть, но, как бы, его нету, потому что, его даже на сайте нету, как бы, здесь, как бы, чем он лучше, как бы, чем он лучше, чем-то он получишь, как бы, в два раза дороже, да, а чем он лучше, ну, по-моему, там, по цветам, короче, почему-то я здесь написал, по цветам он, как бы, лучше, там, матрица стоит новее, ну, тоже Aptronics, они тут все Aptronics, тут, как бы, получше Aptronics, то есть, его настолько нету, что, короче, он есть только, он есть только вот, короче, как бы, не на сайте, а, то есть, как бы, мы его представляем, как бы, вот, XV-серии, стра-ля-ля, все очень круто, там, 165, 240, там, и так далее, то есть, вот, он в новости есть, как бы, я не знаю, его нигде в продаже нет, ну, может, он появится когда-нибудь, хотя они его представили год назад, и что-то его, как бы, нету, куда он делся, ну, хороший монитор, как бы, хороший монитор, то есть, он получше, чем вот эти вот мониторы, то есть, здесь матрица просто следующего, Aptronics следующего поколения, почему его нет в продаже, я вот хера узнаю, ну, то есть, вот это Nitro XV273OS, ну, найдете, как бы, найдете, пусть пока стоит, может появится, то есть, видите, он дороже, аж на целых 150, 200, почти 200 долларов он, 170 долларов дороже, ну, то есть, вот, потому что матрица новее, так, дальше у нас идет вот эта матрица, как бы, Aptronics 270HN030, видите, это 2,5 была, а это 3,0, как бы, это поновее модернцы, то есть, она гонится до 280 керц, там, и так далее, то есть, но в ней, то есть, эти были 2К, а это у нас Full HD, я ее выше поставил, ну, потому что, как бы, для игр, там, Игорь, 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 хотя, как бы, 27 дюймов Full HD, как бы, не очень, там, пиксель, побольше, ну, как бы, Full HD, там, то есть, потому что на 2К, вы, ну, на 2К, как бы, какой вы возьмете, там, 3080 Ti, который еще нет в продаже, чтобы у вас выдавало 280 фпс, как бы, в 2К, поэтому, как бы, в Full HD еще такие игры есть, как бы, которые выдаются 280, ну, 280 не в пике, а 280 не ниже 280, потому что вам, вы знаете, что вам нужно, чтобы у вас игра, если показывать, там, сколько-то кадров, то есть, она падала не ниже герцовки монитора, если она у вас падает ниже, у вас, как бы, будет постоянно фрезы, и так далее, поэтому у вас должно быть гарантированно больше 280 фпс, да, ну, поэтому, как бы, Full HD, ну, то есть, их тут тоже миллион всяких разных, то есть, я здесь, как бы, опять, вот эти асеры, там, xv, там, и так далее, asus, и вот эти вот, которые дороже, как, делай, как бы, ну, я вот, вьюсоника вам покажу, то есть, вот такой вот, вьюсоник, он прикольный, у него, там, сзади, видите, все красиво, там, что-то там светится, то есть, одна, вот, видите, одна миллисекунда, 240 герц, там, IPS, реперы, проливали, все ништяк, там, как бы, готовьте ваши денежки, да, ну, все, время отвлека тут, условный, как бы, не условно, даже не крутится, нихера, ну, то есть, условно, размыто, тут одна миллисекунда, все четко, все четко, четко, все четко, 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 все четко, четко, ну, как бы, берем, вот, если, ну, то есть, это будет самый дорогой монитор, то есть, это серия элит от вьюсоников, а это самый дорогой, потому что, по-моему, у них, как бы, встроен, именно у вьюсоников, у них встроенная, как бы, натуральный G-Sync, как бы, то есть, G-Sync Compability, а есть G-Sync, Где впаян этот чип, короче И вот у Элиты серии Именно впаян чип Не знаю, в этом конкретно впаян или нет А вот дальше мы выше пойдем Он там точно впаян, короче Вот, ну вот такой типа монитор Так, ладно, дальше у нас идет как бы лыжа Лыжа как бы Вот эта лыжа, да? Да Почему я ее поставил на второе место? Потому что она как бы 240 Гц 240 Гц И она нано IPS Это вот какие-то новые, как брочи, матрицы То есть это как бы Или это не нано IPS По-моему, нано как бы Ну, не важно, как нано, не нано То есть как бы у них там еще один как бы монитор вышел Он дороже, а этот как бы 240 Гц Да, он 27 дюймов, он Full HD Да, здесь 6 битка, по-моему, насколько я понимаю Да, 6 в бит плюс в RC Но вам же надо как бы 240 Гц Там, так далее и там подобное Ну вот, берите там То есть он недорогой Видите, он 30 тысяч Почему он недорогой? Он 240 Гц Да, он видите, он нано IPS Почему-то здесь не написали Они ниже написали Что-то нано IPS То есть это какие-то хитрые, короче Вот HDR Ну да, как бы 6 бит Ну то есть если вы играете в игру Как бы Игр, которые как бы Поддерживают там Чтобы в них было 8 битные цвета Ну таких как бы, не знаю Нету таких Ну одна, может две То есть в те игры, в которые будете играть Там будет сргб, а там 6 бит То есть сргб там 6 бит Потому что 8 бит в сргб не влазит, короче То есть там надо уже DCP3 А таких игр нет Потому что движок построен В играх вот этих, которые киберспортивные Но они же все древние Там всякие CSGO Там при царе горохе делались То есть там движок на сргб То есть вам не нужна матрица 8 битная Натуральная Для таких игр Потому что ну там нет этих цветов То есть а зачем? Ну если вы для игр берете Понятно, что как бы ТНК будет быстрее И все такое прочее Но как бы это IPS Тут цвета как бы более-менее Понятно, что у ТНК будет как бы Отклик меньше То есть они пишут одну миллисекунду Но это как бы неправда Все равно ТНК будет быстрее Но для ТНК мы там отдельно как бы сделаем рынок Вот То есть кто хочет типа поиграть Тут все такое Тут какой-то DAS вон есть Там выключен-выключен Всякие штуки интересные Все очень красиво, вы почитаете Вот Я поставил на втором месте Ну как бы я конечно не брал Ну то есть те, которые в игры играют Те да Те, которые играм как бы не нужны То есть вы вообще вот эти все как бы 144 герца Просто их выкидываете к херам И берете вот фотомониторы Вот эти вот Потому что они 75 герц Там 60 Но они У них цвета, а не фото Но если вы хотите 240 герц Ну вы понимаете, что как бы никаких цветов там не будет Даже в теории Потому что не гонятся хорошие Матрицы с цветами Ну и единственное вот исключение Которое более-менее нормальная матрица Которая гонится Это вот эта матрица Короче, она тоже nano IPS Почему он как бы у меня на первом месте То есть вот этот монитор То есть он там вышел поновее Но там уже с цветами напутано А это вот именно как бы Монитор, у которого именно nano IPS Одна миллисекунда 144 герца HDR10 Как бы И все такое прочее И короче DCP3 98% То есть это как бы Но это как бы не игровой монитор То есть игровой будет ТНК Но если вы берете как бы Но это как бы игровой монитор Да, он будет помедленнее Но у него цвета будут лучше У него будут цвета То есть это игровой монитор для игр Не для всяких кс-ок и прочей херни А для каких-нибудь игр там У которых цвета хорошие Ну таких будет игр больше Потом То есть онлайн шутера В которых цвета будут как бы нормальные Но они будут же когда-нибудь Вы же монитор берете не на сейчас А на плюс там 5-10 лет вперед Появятся там игры Которые будут с хорошими цветами Ну то есть как бы вот это Отличный монитор То есть он как бы да Он везде как бы не очень Но в сумме он получается крутой То есть он как бы Он 10 бит 8 плюс ФРЦ У него как бы на ИПС Это матрица лыжа Это новая матрица лыжа Ну она уже не самая новая Но как бы для начала 2020 Она была новая Значит у нее как бы 27, 109, 2К Как бы 144 Гц DCp3 у него 98 То есть что такое DCp3 Это стандарт для Аймаксов Аймаксов То есть Аймаксы это фильмы То есть у вас цвета То есть вы можете на этом мониторе Реально смотреть фильмы из Аймакса С теми же цветами Которые вы смотрите Идете в Аймаксы Смотрите в Аймаксе Понятно? Вот И плюс вы на нем можете смотреть фильмы И можете еще и играть И играть можете как бы 144 Гц Ну по-моему Ну то есть это как бы универсальный монитор Да он как бы везде как бы не очень Везде он как бы То есть для фото он как бы Ну это смешно просто Ну и там можно как бы более-менее Для видео тоже Если вам на печать не надо Как бы на печать Если вы делаете фотографии Которые потом будут Ну или не фотографии Или как бы То что как бы останется Останется у вас в мониторе Ну то есть сайты рисовать Там фотографии для сайтов допустим Или там еще для чего Для онлайн Или как бы контент Делаете там Видеоконтент Да То есть ролики на ютуб Все такое красивое Это да Если вам нужно на печать То есть печатать вам плакаты Вот этот Ну он не подойдет конечно для плакатов Плакаты там вот эти журналы Кто-то их там глянцевые Что-то еще выпускает Да не подойдет То есть он не отображает Так цвета как у вас будет Потом в печать Но если вы как бы делаете Как бы для онлайна То есть как бы для То есть вы делаете Контент Контент фото видео На мониторе Которые его же будут потреблять На мониторе Ну тогда это нормальный монитор То есть на нем можно реально там Делать Значит здесь у нас Плюс еще есть второй монитор Который дороже То есть это 500 баксов стоил А тот как дороже У нас вот этот ViewSonic 280 Угой по-моему Я его Я его тоже по-моему То есть чем он лучше Вот да Вот это чем лучше То есть вот этот монитор Он лучше чем лыжа Знаете почему он лучше чем лыжа? Потому что у него встроенная G-Sync Встроенный А на том нету А на этом есть Вот в нем только разница То есть если вам нужен G-Sync железный На этом мониторе есть На том как бы нету В этом только разница И вот этот монитор будет дороже Ну вот как бы так То есть только Только этим То есть матрица там одна и та же То есть в ViewSonic стоит матрица от лыжи То есть почему как бы У вас получается что как бы Лыжа не сделала То есть лыжа делает сама матрицу И сделала монитор хуже чем Сделал кто-то другой Но как бы лыжа не поставила G-Sync чип в монитор А эти чуваки поставили И поэтому как бы он дороже И как бы лучше считается Но если вам не нужен как бы G-Sync Ну не нужен как бы не нужен Когда его не берете Берете лыжу напрямую Ну вот как бы вот такой рынок Да там вышли еще мониторы другие Но я посмотрел Они ничем не лучше этих А еще и дороже А эти они подешевели То есть вот такой рынок Вот я вам логику объяснил Как бы показал Чем я пользовался То есть все вот эти данные Которые здесь написаны Они взяты с Display Specification Как бы и не только Потому что Display Specification Он тоже берет как бы Из источников То есть я проверял по источникам То есть я и там брал И там То есть чтобы как бы Меня не обманули Потому что там бывают ошибки На Display Specification То есть я как бы еще Независимый смотрел Как бы 2-3 Как бы То есть здесь информация Ну может я просто где-нибудь Опечатку сделал Ну а так как бы информация Она подтверждена Независимыми источниками Тремя там Двумя и так далее Ну вот так Чао Продолжение следует...